Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 12 июня, и давайте как всегда начнем с пары евро-доллар. По паре евро-доллар мы с вами видим, что в среднесрочной перспективе тенденция остается на укрепление, по крайней мере до тех пор, пока пара торгуется выше уровня 1.11.13. Пока на текущий момент пара не может преодолеть ключевое сопротивление в области 1.12.80 и 1.13. И вполне вероятно, что по завершению коррекции, которую мы видим уже на более мелком таймфрейме, на часовом таймфрейме, следующая попытка как раз на преодоление этого уровня и будет сформирована. Пока на текущий момент ближайший разворотный уровень по данной паре мы можем отметить на максимум, который был в пятницу, значение 1.12.36. Пара британский фунт, американский доллар, после ухода ниже отметки 1.27.71, которую мы видели на открытии рынка в пятницу, продолжает пока снижаться также по направлению в область 1.26. Уход выше и закрепление за отметкой 1.28.27 даст нам предпосылки на дальнейшее укрепление британского фунта. Но на текущий момент в рамках той тенденции, которую мы видим сейчас на рынке, тенденция на ослабление пока берет приоритет. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают свое краткосрочное снижение от уровня в области 1.75.49. Пара американский доллар и японская иена также в среднесрочной перспективе на текущий момент находятся в нисходящей тенденции. Но уже в рамках тенденции краткосрочной на прошлой неделе мы увидели попытки восстановления в область 1.10.79. На текущий момент, если говорить о продолжении нисходящего тренда, то паре нужно закрепиться за минимум в области 1.109.71. Пара американский доллар и канадский доллар также продолжают свое нисходящее движение. Торговались в пятницу вблизи отметки 1.35.40, уровень сопротивления, который мы видели на прошлой неделе. И сейчас тенденция также на ослабление берет свой приоритет после ухода ниже области 1.34.84. По канадцу здесь больше мы можем отметить боковое движение. Боковик в области поддержки это 1.34.25, верхняя граница 1.35.42. Пара еврофунт также продолжает свое укрепление уже после тех событий, которые были вызваны референдумом в Великобритании. И доходили в пятницу до локальных максимумов в области 88.89. Ближайший разворотный уровень, если говорить о снижении данной валютной пары, находится в области 87.35. Золото также корректируется, если мы будем говорить о краткосрочных таймфреймах по среднесрочным уровням. Основная тенденция остается на укрепление, по крайней мере до тех пор, пока золото торгуется выше отметки 1.259 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent также продолжает свое нисходящее движение. Ближайший разворотный уровень находится в области 48.27. Ну и по индексу DAX мы также видим продолжение движения в боковом диапазоне. Верхняя граница это 12.863, нижняя граница 12.535. Итак, коллеги, напомню, что сегодня состоится вебинар в 19.30 по московскому времени, на котором мы более подробно разберем каждый из инструментов с предпосылками на предстоящую неделю. Всем спасибо за внимание, с вами был Исааков Роман и увидимся уже на вебинаре. Продолжение следует...